Ситуацию с мигрантами, с незаконными жильцами по телефону пока нам не прокомментировали. Тем временем отпечатки пальцев со всех иностранных рабочих рук с 1 февраля всем иностранцам, чтобы получить разрешение на работу в Петербурге, будет необходимо пройти процедуру дактилоскопии. По словам начальника городского УФМС Елены Дунаевой, это облегчит контроль над пребыванием мигранта в Петербурге. Уровень преступности среди иностранных граждан в УФМС надеются снизить с помощью карты, на которой выделят места массового проживания. В этих районах усилят полицейский надзор и увеличат количество камер видеонаблюдения. Еще одно нововведение с этого года по решению Комитета по труду и занятости населения. Отсутствие информации о месте проживания иностранного гражданина может стать причиной отказа в рассмотрении заявки работодателя. Уже на сегодня ставится вопрос, что если работодатель хочет использовать иностранную рабочую силу и хочет привлечь, допустим, какое-то количество иностранцев для работы, он должен на сегодня подтвердить, что есть условия для проживания этих работников. Это очень значительный шаг вперед. По информации УФМС по Петербургу, в прошлом году на миграционный учет поставлено более полутора миллиона человек. 50% из них туристы, 200 тысячам выдано разрешение на работу, и где-то около 400 тысяч мигрантов находятся на территории Петербурга незаконно. Продолжение следует...